Ямал – привлекательная территория для гостей стран ближнего зарубежья. В Лабытнанге с начала года на миграционный учет встали 227 иностранцев. За весь 2021-й зарегистрировано почти 2000 человек. Основная цель визита – трудоустройство. Каждый, кто пресекает границу Российской Федерации, попадает под пристальный контроль миграционной службы. Тем продолжит Светлана Кель. Как только наступает вечер, миграционный патруль выходит на дежурство. Сотрудники ФМС инспектируют места проживания иностранных граждан. Обходят с десяток квартир. Читать имеете? Прочитали? Да, да. Участковый Потапов. Гостей радушно встретила гражданка Узбекистана. В Лабытнанге семья приехала на заработки. Супруг трудится на стройке. Хозяйка создает домашний уют. Документы у женщины в полном порядке. Адрес регистрации совпадает с местом их проживания. Вопросов не возникло и к ее соседям. В выходце из Таджикистана снимают комнату у местной жительницы. Деньги за жилье платят исправно, рассказывает она. Проблем квартиранты не доставляют. Подобные проверки как раз и позволяют выявлять нарушителей закона. Как с принимающей стороны, так и тех, кто занимает квадратные метры. В 2021 году было выявлено пять собственников резиновых квартир. В 2022 еще двое. Уголовное наказание неотвратимо. До трех лет колонии. В этом году миграционный поток значительно увеличился. В Лабытнанге прибыло 227 человек. В 2021 году было 46. Это официальные данные. Их регистрация проходит по новым правилам. Иностранные граждане, которые въехали на территорию Российской Федерации с целью трудовая деятельность, должны в течение 30 дней с момента въезда пройти обязательную дактилоскопию. С целью учебы, либо частная, у них дается 90 дней. Не прохождение обязательной дактилоскопии влечет за собой сокращение сроков временного пребывания для иностранных граждан. За первый месяц свои пальчики уже откатали 8 иностранных граждан. В целях пребывания в город – трудоустройство. Один гражданин подал заявление о выдаче разрешения на временное проживание. 8 человек оформили вид на жительство. Ровно столько же получают гражданство. В их числе уроженец Киргизии Исламбек Парпиев. В Лабытнанге он с семьей приехал в 2010 году. Оформил патент, устроился на работу. Следующим шагом стало РВП. По мнению мужчины, получение разрешения на временное проживание «Русская рулетка». Квота ждать, чтобы раз в три месяца дает, там три штуки или пять штук приходит. На это как попадание. Если я попал, значит, я везюще как-то прошел. Если нет, значит, я и жду еще месяц. Таким образом мы все ночи, зимой в Вале стояли, зимой очередь занимали. Вот 20 часов ночи выходили, 15-го очередь занимались ночью. На оформление разрешения на проживание у Исламбека ушло ровно полгода. Спустя пять лет он решил получить гражданство России. И для этого шага у мужчины были причины. Официальная работа, покупка квартиры, ну и самое главное – рождение дочери, гражданки РФ. Дело осталось за малым – принятие присяги, а после оформления документов – на получение российского паспорта. Светлана Кель, Эдуард Захаров, Григорий Волков. Программа «Время местное».